Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Главная тема сегодняшнего выпуска – рязанцы о Бирюлёво, опрос горожан по поводу беспорядков в Москве. Как всё будет в программе «Экспресс-интервью» по поводу завтрашних огненно-олимпийских мероприятий. А город подумал, учения идут. И не ошибся. Рязанские спасатели тренировались на базе Академии ФСИН. А теперь обо всём подробнее. После убийства мигрантом 25-летнего москвича Бирюлёвский бунт гремит по всей России. Беспорядки на столичной окраине стали мощным эхом прошлых событий, которые не так давно занимали первые позиции в рейтингах национальных новостей. Вспомним Манежная площадь, Сагра, Кондопога, Волнение в Пугачёве. Везде сценарий примерно одинаков. Мигранты, внутренние или внешние, заселяют территорию посёлка, городка, кварталов. Российские законы соблюдаются ими весьма условно. Это мягко говоря. Местные чинуши и силовики заранее скупаются на корню и начинается беспредел, на который власти по большей части закрывают глаза. Причём любое, даже справедливое народное возмущение сразу позиционируется как «разжигание национальной розни». Этот самый термин «разжигание» стал погремушкой, которой коррумпированные начальственные бездельники потрясают, как говорится, и надо, и не надо. Бандитизм, хулиганство и насилие сейчас процветают там, где, говоря официальным языком, находятся места компактного проживания мигрантов. Дело идёт к образованию в наших городах мигрантских кварталов, в которых коренным жителям уже невозможно будет находиться в безопасности. Торжество коррупции и беззакония – вот как называется то, что происходит. Этническая преступность наращивает обороты, а правоохранительные органы демонстрируют чаще всего лишь внешнюю активность. То милиции в полицию трансформируются, то министры меняются, то аттестации проводятся всё с теми же скандальными фактами покупки должностей. Межнациональная рознь косвенно, но очень активно поощряется самой же властью. Неуправляемые потоки миграции, коррупции, нежелание защищать интересы коренного населения – всё это и заставляет людей выходить на улицы. Под это дело, разумеется, легко и оперативно подстраиваются радикально настроенные националистические круги. Агрессия нарастает, народ толпами уходит на площади. Ещё несколько лет назад такое в российском центре представить было невозможно. Теперь это наша повседневность. В России зреют бунты, и разумеется, они могут стать бессмысленными, кровавыми и беспощадными, как это было всегда. А заодно приведут к усилению позиций всё тех же экстремистских структур, которые призывают людей к беспорядкам на фоне унизительного, если не предательского, топтания на месте системы российского правоохранения. Конечно, заступаться за собственный народ – дело невыгодное. Здесь карман-то сильно не набьёшь. Но в конце концов, у нас правовое государство или нет? Или его и не было? Сегодня мы спросили мнение рязанцев по поводу бирюлёвских событий. Вышли-то неправильно, то, что стали громить, я думаю, это не дело. Нужно какими-то другими путями собираться. Всё это должно как-то цивилизованно быть, а не так вот, как выйти, что-то разгромить. Конечно, нужно это обращать в понимание, конечно, но за каким-то образом. Правильно, правильно. Надо выгонять их уже давно было. Собраться с всей Россией и выехать уже. Мне просто никто не соберётся. Я чую, как с каждым днём нарастает напряжение. И вот уже скоро совсем будет, ну, не знаю, не революция. В общем, обстановка накаляется, и всё хуже и хуже с каждым днём. Но для них, для вот кто устраивает всё, что нам не нравится местным. Ну, у нас же суд есть, который всё ищет, который, собственно говоря, и выносит вердикты. И всё зависит от него. То есть толпа не должна, в принципе, вот так себя агрессивировать? Сама суд, нет. Агрессивно тоже не надо. Можно всё решить. Вот что должна была толпа потребовать? Мирного расследования? Или всё-таки сама вот агрессивно пытаться... Мирного расследования. И отдать это расследование в руки профессиональных для этого существующих следователей и просто прокуратуры. А люди не должны местных существовать. Теперь непосредственно к рязанским новостям. Сегодня фонтан воды ударил из колодца на улице Грибоедова. Зрелище устрашающее и особо неприятное в свете завтрашнего олимпийского пробега по Рязани. Труба рванула как раз на маршруте торжественного пронесения факела сочинских игр по нашему древнему, но вечно юному городу. Юный тон, конечно, юный. Только водные коммуникации у нас ну никак сами по себе не молодеют. А потому фонтан, скажем, горячей воды или канализации может запросто под ноги факелоносцам выплеснуться в самый неподходящий момент. Некультурно может получиться. Сегодня в программе экспресс-интервью по поводу завтрашних факельных мероприятий в Рязани. Здравствуйте, Павел Иванович. Добрый день. Давайте с вами проведем небольшой экскурс по нашему городу 15 октября, когда понесут Олимпийский огонь. На площади театральной будет состоится церемония встречи Олимпийского огня. И в 14.10 первый факелоносец отправляется в путь по улицам города Рязани. Перекрытие города будет осуществлено с 13.00 по основным нашим магистралям. Это, соответственно, улица Циолковского, улица Астраханская, Первомайский проспект, Московское шоссе, ну и улицы, которые все прилегающие к Московскому шоссе. Естественно, попадают в зону, скажем, перекрытия движения наши вокзалы, Рязань-1, Рязань-2 и автовокзал. На сайте администрации города Рязани размещены подробнейшие описания маршрута, подробные описания графиков перекрытия движения и графиков работы общественного транспорта. Спасибо вам большое. Доброго здоровья, да. Приходите на эстафету. Рязань-2 На торжественной церемонии в Рязани представители Организационного комитета зимних Олимпийских игр представили рязанской публике чашу Олимпийского огня. Причем, как сообщили на пресс-конференции партнеры Олимпиады, эта чаша после эстафеты останется в Рязани навсегда и будет выставлена на хранение в одном из спорткомплексов города. Мы гордимся тем, что огонь понесут покелоносцы рязанцы. Это разные люди, известные спортсмены и общественные деятели, известные на рязанской земле люди, уважаемые. Но самое главное, что все они разделяют олимпийские идеалы, очень близки к ним, потому что стремятся к тому, чтобы достигать побед. Журналисты на встрече спрашивали, предусмотрен ли в устройстве чаши механизм защиты огня от плохих погодных условий. Ведь на нескольких этапах случались неприятные инциденты, когда из-за сильного ветра Олимпийский огонь погасал. Представители Оргкомитета зимних сочинских игр пообещали, что в Рязани таких случаев не произойдет. Синоптики же в свою очередь сообщают, что во время эстафета Олимпийского огня погода в областном центре будет спокойной. Погода на территории нашей области определяется западной периферии антициклона с центром над Прибалтикой. Завтра, 15 октября, сохранится малооблачная сухая погода с температурой воздуха в ночные и утренние часы от минус 3 до плюс 2 в Рязани. Минимальная температура воздуха ожидается 0, минус 2. Днем по области от плюс 7 до плюс 12 в Рязани 10-12 градусов тепла. Что же, будем надеяться, что прогнозы синоптиков сбудутся и в Рязани без сбоев пройдет грандиозный праздник спорта. На всякий случай ко всему готовятся сейчас и рязанские спасатели. В качестве контрольного испытания они увенчали минувшую неделю масштабными учениями. Они прошли в центре Рязани. На территории Академии ФСИН России прошли противопожарные учения совместно с доблестными сотрудниками МЧС. На месте работали аж 4 пожарные машины. В первую очередь, как и на боевом корабле, были эвакуированы младшие по званию, то есть курсанты, а затем преподавательский и начальствующий состав. Некоторых солидных начальников эвакуировали экстремальными способами. Мы хотим посмотреть, как сработают сотрудники курсантов и как все будет происходить не только на словах, но и на практике. Спасали людей и манекены классическими, давно отработанными методами. Быстро, четко, слаженно. Смотреть приятно. Вот бы и в жизни все было так же красиво. На сегодня все. Завтра весело и дружно встретим и проводим в дальнейшую дорогу сочинский олимпийский огонь. Так что день грядет особенный. Хорошего всем вечера и до встречи в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин